Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Разделение Церкви Разделение Вселенской Церкви на Восточную и Западную произошло под действием множества самых различных причин, которые веками, налагаясь друг на друга, подтачивали единство Церкви, пока в конечном итоге не привели к расколу. В середине IX века Византия была потрясена только что пережитой борьбой с иконоборчеством. После поражения иконоборцев образовались две партии – сторонников беспощадной борьбы с еретиками и стоявших за снисходительное к ним отношение. Следствием этого конфликта стал разрыв отношений Востока и Запада, который прекратился лишь после Святософийского собора 879-880 годов. Кроме папских легатов, на собор прибыли представители восточных патриархатов и множество епископов. Собор осудил притязание пап на верховную власть в Церкви и подтвердил полное равенство епископов Рима и Константинополя. На соборе был оглашен никео-цареградский символ веры и принято постановление о его полной неизменности. Святософийский собор часто причисляли к числу вселенских, и вплоть до 12-го столетия таковым его считала и Западная Церковь. Для нас он служит выражением соборного мнения Восточной Церкви относительно властных и догматических заблуждений Запада. Предшествовавшие великому расколу десятилетия являют собой картину неустойчивого мира, который нередко нарушался и в конце концов завершился окончательным расколом. Среди историков существует мнение, что Рим сознательно обострял отношения с Востоком, добиваясь разрыва. Этому были свои основания. Неповиновение Востока явно стесняло Рим, подрывало главенство его верховной кафедры, ведущей преемство от самого апостола Петра. Чем так гордились римляне? Поводом к окончательному разрыву в июле 1054 года послужил очередной конфликт между римским Папой Львом IX и константинопольским патриархом Михаилом Кируларием. Рим в последний раз попытался добиться безоговорочного повиновения Востока. А когда стало ясно, что это невозможно, папские легаты во главе с кардиналом Гумбертом явились в храм Святой Софии и торжественно возложили на престол папское постановление Буллу, которое гласило «Властью Святой и Нераздельной Троицы, апостольской кафедры, послами коей мы являемся, всех святых православных отцов семи соборов и католической церкви, мы подписываем против Михаила и его приверженцев анафему, которую наш преподобнейший Папа произнес против них, если они не опомнятся». Незаконность происшедшего дополняла еще и то, что Папа, от имени которого они произносили анафему, умер еще в апреле 1054 года. После отбытия легатов патриарх Михаил Керулларий созвал собор, на котором сами легаты и привезенный ими документ были преданы анафеме. Решения собора касались исключительно папских легатов. В отношении всей западной церкви не было ни одного обвинения. Все восточные патриархи были извещены о принятых решениях окружным посланием и выразили им поддержку. Никто не отрицал почетного первенства Папы, установленного отцами, но никто и не соглашался с его верховной властью. Раскол 1054 года не воспринимался современниками как абсолютный рубеж в разделении церквей. Он мыслился лишь как временный разрыв между двумя кафедрами. Окончательное разделение церквей произошло уже в эпоху крестовых походов. Византийцы надеялись, что с помощью крестоносцев они победят мусульман и освободят Иерусалим. Однако все вышло иначе. В 1204 году во время четвертого крестового похода Константинополь был взят и разграблен. Рим поставил своего патриарха. На 60 лет установилась так называемая Латинская империя. Именно тогда разделение церквей перестало быть спором иерархов, и богословов, и вошло в плоть и кровь церковного народа. Лишь спустя 9 веков, в 1965 году, была опубликована совместная декларация Римско-католической церкви и Константинопольской православной церкви по случаю снятия взаимных анафем. Это знаменательное событие открыло новую страницу в отношениях с западной и восточной церквей. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях.